Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня нас ждет просто увлекательнейший обзор по этому прекрасному дому. Это точно девелоперский проект от компании Prime Development. Называется проект Garden Villa со счастливым адресом 77.7. В этом доме огромное количество очень интересных решений и супер декор плюс флористика. Ребят, досмотрите этот выпуск до конца. Точно не пожалеете, потому что у этого обзора будут все шансы войти в топ-3 лучших обзоров на канале. Ну что, готовы? Поехали! Дом со своей душой, со своим именем. Это дом с сада. Это Garden Villa. Этот сад заходит внутрь. Этому дому действительно есть чем похвастаться. Гостиная имеет три зоны. Посмотрите, какая это милота. Самое уютное место в этом доме. Я бы отсюда не вылезал. Друзья, сегодня решили поступить немного нетрадиционным для обзора способом. Сначала узнать все основные смыслы и задумки девелопера, а потом сравнить это с собственным восприятием и в конце подвести итоги. Это уже второй точный проект у компании Prime Development. Этот дом и основные смыслы в него заложенные представит Федор Саламатин, руководитель компании и по совместительству идеолог этого проекта. Привет, Леша. Привет, друзья. Федор, расскажи, пожалуйста, в чем концепция этого дома? Для кого он создан был? Концепция большая, глубокая. Я расскажу об основных смыслах. Участок небольшой, но изначально мы проектировали дом, что это не дом с маленьким участком, а этот дом, посмотрите, у него огромный двор. Двор – это сад. У нас проект называется Garden Village. Это дом для современной семьи, которая живет в достаточно активном ритме. У нас, на секундочку, до Москва-Сити 22 минуты открыли платную дорогу в сентябре. Это стало шикарно. Я сегодня ехал вообще с Тресенского района просто. В конце следующего года открывают дорогу до Внуковой. Ну, ты представляешь, 10 минут и в аэропорту Внуково. То есть это очень удобно логистически людям, которые живут современной, мобильной, динамичной жизнью. Целевая аудитория, которая задумывалась – это все-таки семья. Семья, на наш взгляд, 30-50-55 лет с детьми. Здесь очень классно жить в семье, когда у тебя двое-трое детей, у вас персонал, водители, няни. И для всех предусмотрены в доме необходимые места, пространство для каждого и общие гостиные зоны, где эта семья может комфортно и классно жить. Также в этом доме будет уютно и хорошо людям, которые, знаешь, наоборот, дети выросли, им уже там за 50 лет. И, собственно говоря, они жили там в домах двух-трех тысячниках. А сейчас им стало это не нужно, потому что они вдвоем, дети приезжают, учатся где-то. И как раз этот дом, он небольшой, но в нем есть все необходимое. И с точки зрения уровня комфорта там заложено несколько идей, которые взяты из более высокоуровневых домов, которые стоят там 15 миллионов плюс. Например, высота потолков, две лестницы, одна для персонала, другая для хозяев. Вот такое шикарное окно, которое открывается с пультика, окно Шуко уезжает в сторону. Такие окна я видел в объектах, которые стоят там под 40 миллионов долларов. Я не видел таких решений в проектах ниже 10. И еще есть несколько решений, которые как раз заложены на очень искушенного, на понимающего потребителя. И он найдет их в этом доме. Одна терраса, о чем он говорит. Этот дом, идея его и дух, он райтовский. С одной стороны райтовский дом это плоские крыши, но с другой стороны райтовский дух это как бы единение с природой. Вообще как бы дом летний, то есть он полноценно раскрывается летом. Зимой или осенью, как сейчас, прожить в нем и кайфовать, пережидая такие ненастные месяца, когда за окном пурга или дождь. Там тоже у нас в доме три камина, большие уютные зоны. В нем классно жить зимой, но все-таки полноценно он наполняется летом. Посмотрите, какая терраса. Здесь целый дом, который под крышей. Здесь у нас своя гостиная, своя столовая, кухня. Это первый момент. Второй момент, который открывается у нас окно. Для чего мы его открываем? Вот эти створки уезжают в стороны, и дом наполняется воздухом. Представляем, это май месяц, когда хочется вот этого воздуха. Не то, что вздохнуть, а его укусить хочется. Вот этот сладкий весенний воздух. Ты открываешь окошко, и у тебя заходит вот этот ветер, и обдувает, как бы ты чувствуешь запахи и вкус весны. Это все как бы продумано, это круто. И на мой взгляд, это и есть истинный райд. То есть, когда ты вписан в окружающий ландшафт. С другой стороны, дом. Пассажен очень хорошо. То есть, он находится в окружении ландшафта и очень гармонично в нем живет. И вот в этом райтовость дома. Это очень прикольно, на взгляд. Эти идеи заложены изначально. У этого дома есть свой бренд. Мы тоже в последнее время стали давать названия. Но ты пошел дальше. Ты создал целую какую-то философию этого. Брендирование по полной программе. У тебя много элементов брендирования. Расскажи, почему Garden Villa? В целом, как бы ты ответил на вопрос. И вообще, зачем и нужен ли бренд вот такому просто отдельно стоящему дому? Ты знаешь, когда мы создавали продукт, я четко понимал, что когда нам что-то нравится, когда мы что-то любим, мы это называем и присваиваем это имя. Когда есть имя, можно представить это лицо. То есть это полноценный субъект семейной жизни. У нас вот здесь, с другой стороны террасы, яблони, которые изначально здесь были на этом участке. Мы их не убирали. Вот здесь вот эти ели тоже изначально были на участке. Мы их не убирали. За ними стоит яблонька, которая плодоносит. В этом году были офигенные классные яблочки. Это сад. И мы его докомплектовали и оставили еще место для будущих владельцев, которые по-своему могут его насытить. Это дом с садом. Это гарден-вилла. Этот сад заходит внутрь. Вы сможете увидеть, и зрители смогут увидеть, сколько живого внутри. И вообще, на мой взгляд, очень прикольно, когда, не знаю, я позову тебя в гости. Леша, приезжай. А ты где живешь? Заедешь в поселок гарден-вилла. Но не дом 32 дробь 1, а это гарден-вилла. Я слежу практически за всеми точечными девелоперами, смотрю, какой продукт они создают, где кто какие фишки использует. И я заметил одну особенность, что очень многие из девелоперов вышли из риэлторского бизнеса. Это и наш кейс, и в том числе и твой. У тебя есть ответ, почему так происходит? Мы подросли. Нам когда-то 10 лет назад, мы еще не доросли до этого уровня, а здесь действительно мы выходцы из этой сферы. У нас есть прекрасная насмотренность. Мы понимаем, что нужно клиенту. Мы видели, что клиентам нравится, что не нравится. У нас больше вероятности и возможности создать тот качественный продукт, который будет востребован у целевой аудитории и принесет им, собственно говоря, счастье. И они за этот комфорт готовы будут вознаградить соответствующие девелопера. Это действительно другая работа. Это другая работа, когда ты продаешь человеку объект недвижимости или нащупываешь его потребности. А то, что делаем мы как девелоперы, мы создаем, мы понимаем эту потребность глубинную человека, и мы формируем этот продукт. Друзья, мне уже просто не терпится заглянуть внутрь. Если честно, я сюда приехал первый раз. Мы, естественно, готовимся. То есть я очень много знаю об этом доме, в том числе и благодаря телеграм-каналу Федора. Очень советую, кстати, подписаться. Ссылочка будет в описании. Он там выкладывает такие очень душевные видео. И он выкладывает видео в процессе строительства. Как он, не знаю, покупал какую-то скульптуру, как они распаковывают дом. Очень интересно, мы такого даже контента не делаем. Федор, ну что, позволишь нам? Мы в своем темпе и режиме пойдем делать обзор. Конечно. Спасибо, Леш, что приехал. Будем рады любым комментариям, в том числе критическим. Это нас развивает, делает лучше, чтобы мы потом сделали продукт более высокого уровня для вас. Класс. Ну что, погнали. Краткие характеристики проекта. Гарденвилла. Площадь 800 квадратных метров. На участке 15 соток. В доме 5 спален. Трехзонная гостиная. Изолированная кухня. Мастер-блок площадью 79 квадратных метров. Детская игровая. Кабинет. Крытая терраса. Банный комплекс с купелью. Комната отдыха с кухней для вечеринок или приема гостей. Изолированный блок на две спальни для персонала и комната для водителя. Две постирочные. Гараж на два машины места. И навес для гостевых машин. Фишки. Большой и уютный внутренний сад. Четыре камина. Эксклюзивные панорамные окна с автоматическим открыванием. Модные качели и продуманная логистика. Дом расположен на угловом участке, что позволило организовать два входа. С одной и с другой стороны. И тот самый внутренний двор. Поселок в некотором роде консервативный. Потому что не разрешает дополнительные какие-то посадки на общественных территориях. Но посмотрите, с одной стороны, какой ширины эта часть участка. И здесь растут огромные деревья. Может быть, в этом, конечно, и есть свое преимущество. Очень тихое место, тихая улочка. Давайте зайдем в дом. Заезд через откатные ворота. Вот у нас уже первое брендирование встречает. Это гарден вилла. Действительно, что-то уже есть такое садовое в этом. Посмотрите, какая классная композиция. На входе домофон, ворота, откатные, калитка и также забор сделаны из такого же материала, как и отделка фасада дома. Так что все очень гармонично. Под ногами у нас гранитная плитка. Все очень основательно. Удобный въезд в гараж на два машины места. И гаражные ворота, и ворота вот эти откатные на участок. Это компания Allutech. И здесь, конечно, очень удобно вот с точки зрения подъезда. Приехали вы сами на машине, зашли через гараж в дом или привез вас водитель, высадил у крылечка. В любую погоду очень комфортно зашли в дом. У нас здесь встречают еще и дополнительный вид транспорта. Что-то голландское напоминает. Такой антураж. Ну а что, у нас дом для спортивной семьи. Вот, пожалуйста, 4 или 5 велосипедов можно здесь поставить. И поехали кататься по Рублевке. Не хватает французских багетов в корзине. Слушай, ну у нас не бейкери-вилла, понимаешь, а гарден-вилла. Поэтому у нас везде зелень, Тёма. Ребят, дом со своей душой, со своим именем. Поэтому к брендингу здесь относятся с особым вниманием. Вы видели табличку одну, табличка на входе. Вот, и этому дому действительно есть чем похвастаться. Потому что этот проект стал победителем аж в двух номинациях 21-22 года. Это престижные премии European Property Awards за лучший проект загородной резиденции России и лучшие архитектурные решения для загородной резиденции России. Вот так вот. По-моему, одно и то же. Тем не менее, а я понял, это для симметрии просто должно было быть. Нужно было две премии, иначе ну как вот. Так, ребят, и еще напутствие от идеолога. Мы потом подснимем, можете на паузу поставить и сами прочитать. Безусловно, наличие подобных наград подчеркивает качество проекта и уникальность концепции. Ну, недаром дали награду за архитектурные решения. Вот посмотрите, например, на этот навес, который заслуживает особого внимания. Очень здорово, когда вот такие дополнительные постройки, они интегрированы в архитектуру. То есть это часть вообще архитектуры всего здания. Здесь очень интересная флористическая композиция, такая декоративная стена. Она является и опорной, но и, с другой стороны, красивая. То есть это основной вход в дом, и ты видишь вот такую вот интересную композицию. Это амарант. Я сначала подумал, что это что-то такое искусственное. Потом подошел, понял, что, во-первых, есть определенный запах у нее. И это стабилизированное растение. То есть из него высосали, скажем так, всю влагу. Но это все натуральное, все настоящее. За счет того, что нет влаги, оно долгое время может сохранять свой внешний вид. Очень оригинально. Все это на естественных вот таких вот веточках сделано, прикреплено к стене. Дом действительно со своей душой и изюминкой. В этом доме разного рода растения будут нас преследовать повсюду. Это и снаружи, и внутри. В частности, здесь снаружи высадили вот такие интересные какие-то цветы. И гранитные а-ля вазы. Есть большой высоты, есть чуть поменьше. Их достаточно много. И на входе тоже такая получилась зеркально-симметричная композиция. Ребят, ну согласитесь, еще ни одного дома не было. И с 50 с лишним обзоров, чтобы вот такое внимание уделялось флористике. И вся эта красота благодаря Михаилу Кухарчуку, компания Любифлауэрс. Так, ребят, мне уже не терпится пойти вовнутрь. Сегодня поступим нетрадиционным образом. Не пойдем по участку, а посмотрим чуть позже. Так, я раздеваюсь, а вы заходите. Итак, друзья, приветствую вас в Гарденвилле. Мы попали через основной вход. И здесь есть небольшой тамбер. Он отсекает холод. Установлены две большие батареи. Ну и, соответственно, можно это все вот так вот перекрыть. Либо, наоборот, оставить в летнее время. Холл очень просторный. Вообще, в семьях больших особенно вот эта проблема входа, логистики, выхода. Всем раздеться, одеться. И вот такое пространство здесь абсолютно оправдан. И при входе очень важно расположить не только гардеробную комнату, которую мы видим из проекта в проект. Ну и вот, например, вот такой вот шкаф для носимых вещей. То есть ты пришел быстренько, повесил сюда все, что нужно. Он с подсветкой еще добавит штанги. Здесь та обувь, которой семья пользуется непосредственно в моменте. Или там пошел на прогулочку, он тоже взял отсюда куртку. Дальше все закрыто. Это отдельный элемент мебели, встроенный шкаф. Но посмотрите, как он круто смотрится. Высокие дверцы, обрамление натуральным камнем. Выглядит фантастически. На полу тоже натуральный камень. Это доломит. Все чаще и чаще мы его встречаем. Добывается в Северной Осетии, в ущелье Кармадон. Очень приятного серенького, такого нейтрального цвета. С интересным, всегда уникальным рисунком. Вот. И относительно недорогой. Карьер называется Гинальдон. Дизайнеры любят сочетать различные материалы. Так интерьер смотрится насыщеннее, богаче. Здесь по центру яркое белое пятно. Это мрамор Бьянка-Ибица и пуф, таблетка. Очень удобно, может несколько человек сесть. Плюс вот такой столик, положить сумочку, ключи, обуться удобно. И пошел на выход. Та часть, которая может быть использована в уличной обуви, она сделана из камня. А дальше идет паркетная доска. И эти два напольных покрытия разграничены тонким латунным профилем. Здесь установлена консоль с выдвижным ящичком. Дополнительно какие-то вещи можно положить столешницы из натурального мрамора. Здесь сам ящик еще является ограничителем. То есть ничего как бы не попадет. Ну и посмотрите, у нас продолжение темы Гарденвиллы. Композиция очень интересная из различных вечно зеленых веточек с шишечками. Сюда добавили еще ветки с хлопком. Потрясающая работа флористов в этом доме. Уютная еще настольная лампа, отделанная тканью букли. А теперь давайте посмотрим основную гардеробную при входе. Если этот шкаф был чисто для насильных вещей, то здесь можно разместить уже всю внешнюю одежду. Причем гардеробная за дверью со скрытой коробкой. Очень светлое помещение с множеством полочек, выдвижных ящиков, что полки для обуви точно на большую семью хватит. Удобный еще пуф, здесь можно присесть. Два уровня со штангами. Там наверху можно повесить ту одежду, которой реже пользуешься. А здесь вот, которую носишь прямо сейчас. При этом она будет доступна и детям в том числе. Напротив стена отделана зеркалом, так что можно на себя посмотреть. При дневном свете. Дверь, кстати, открывается на проветривание, на всякий случай. Установлено ограждение, чтобы никто не упал, несмотря на то, что высота не очень большая здесь. Внутрипольный конвектор. Тепло, хорошо, спокойно. А посмотрите, какой массивный профиль. Выглядит шкаф прям очень основательно. Отделан он шпоном из дуба. Патинированная отделка с белыми простойками. Столярка вся российская, индивидуального изготовления. Речь и про встроенную мебель, например, плинтусы тоже из такого же материала. Все очень здорово сочетается. Гардеробная удобно расположена, потому что в нее можно попасть как с главного входа, так и из гаража. Так, и у нас здесь, на первом этаже, за этими прекрасными двумя распашными дверьми, с коробкой, отделанной натуральным камнем и вот такими яркими, блестящими ручками. Фурнитура здесь по-сине, Италия. Мы заходим в кабинет. Он находится при главном входе, то есть очень удобно гости сразу разделись, взошли. Большое панорамное остекление с видом во двор, то есть можно увидеть, как кто-то к тебе из посетителей пришел. С этой стороны у нас полки, можно расставить там свою библиотеку. Сувениры, привезенные из-за границы, обычно их некуда ставить в кабинете, самое им место. Здесь уже какие-то элементы хоум-стейджинга, книжки, настоящие, между прочим. История тела, оргазм, ребят, это то, что, в принципе, испытываешь от этого дома. Вот, кушеточка. Если вдруг поработал, хочется отдохнуть или почитать, в таком варианте, когда ты можешь спокойно вытянуть ноги, это гораздо удобнее, чем в кресле. Удобная спинка и настольная лампа для чтения. Как раз книжечку взял, направил и читаешь. Брендирование во всем, даже плед, пожалуйста, гарден-вилла. И здесь тоже присутствуют элементы сада в двух горшках, один побольше, другой поменьше. Прекрасно растут и будут радовать будущего собственника. Тюль здесь представлен римскими шторами, они немножко замутняют картинку. Но, если необходимо, ты уже обычными шторами это все закрываешь. Здесь находится рабочий стол с возможностью принять посетителя. Различные такие вот держатели, элементы из кожи на письменном столе. Кресло кожаное тоже регулируется по высоте. Здесь ящички. Стол очень приятный, основательный, с закруглениями. А сзади еще один большой комод, в котором еще множество мест для хранения, в том числе и скрытых. Сзади очень интересные обои из натурального материала. Это сизаль. То есть натуральные волокна, сплетенные в такую сеточку. Швы видно, но очевидно, что по-другому с натуральным материалом и невозможно было бы. Сизаль вообще делается из кактуса агава. Представляете, я вот начал читать, думал, что такой сизаль-сизаль. Это берут, как раз у него волокнистая структура, их высушивают. И вот из этих волокон сплетают такую интересную стену. Нигде еще не встречал в домах. Очень уютно смотрится. Все это, посмотри, как сочетается, например, вот с абажурами. Тканевый кусок натурального камня с подсветочкой внутри. Различные тоже элементы декора, в данном случае, из дерева. Круто. Обожаю дома, в которых реально вот все уже установлено и декорировано. Декораторы вообще поработали на славу. Кстати, вот здесь вот, дело в том, что еще просто ручки не сделали. Еще какие-то последние детали доделываются. Это шкаф для одежды. То есть здесь своей гардеробной комнаты нет, но вот еще множество мест для хранения с этой стороны. И все это едиными обоями сделано со всей стеной. А еще и скрытая дверь тоже из этого же материала. Вот, вообще, есть еще одно помещение, мы его обязательно посмотрим, которое сейчас предполагается под водителя или няню. Оно чуть поменьше, но тоже со своим окном. Если вдруг понадобится спальня, например, на первом этаже, шикарная получится гостевая комната. У нее есть какие-то места для хранения и есть свои удобства вот за этой дверью. В этом доме вообще очень интересное решение сделано с гостевыми санузлами. Есть переход в санузел. Он вроде бы как с одной стороны при кабинете, но с другой стороны вот у нее есть отдельная дверь, вход из коридора, и это может использоваться как гостевой санузел. Но самое интересное, еще один гостевой санузел есть вот там вот, возле кухни. Мы его тоже увидим. Вообще, конечно, это очень удобное решение, потому что когда приезжает большое количество гостей, все хотят пройти быстренько там руки помыть, и одного санузла недостаточно, все там ждут своей очереди. А тут два санузла, очень удобно. Вот, при этом этот санузел еще и со своей душевой. И здесь подготовили уже весь необходимый текстиль, даже вот полотенечко для ног тоже брендированные, халатики. Ух, ребят, халатики тоже брендированные. Вот что значит дом со своим именем. Здесь одно окно сверху, с видом на верхушке деревьев. Интересные раковины, встроенные в столешницу, не видно традиционного слива. Смеситель установлен прямо в стену. И потом уже аромат этого дома начинает проявляться здесь. По отделке стен здесь, видите, какое интересное сочетание двух видов мрамора, слегка хаотичной раскладкой. И такая же раскладка душевой используется. Очень здорово. Так, друзья, не терпится пройти уже в гостиную. Она находится за вот этими интересными шарнирными дверьми. Выглядит изначально как перегородка. Но посмотрите, здесь четыре секции. Они крутятся, каждая в одну и в другую сторону. То есть можно выстроить различную композицию. Например, открываем две вот так, а две вот так. Сценарий номер один. Есть большой проход. Центральная ось от входной двери прямо до входного блока в спа-комплекс. Или другой вариант. Например, это сюда. Это вот так. Еще какой-то дополнительный объем. Или вообще вот эти две закрыть. И все это по-разному смотрится как со стороны холла, так и со стороны гостиной. Вот так вот, например, если мы находимся в гостиной, вот расширили пространство в гостиной, они не мешают. Захотели закрыться, полностью все закрыли. И все, чувствуете себя в полном уюте. Ребят, заходите уже в гостиную, покажу вам все. Потрясающее помещение. 86 квадратных метров, много воздуха, высота потолков 4 метра. И полностью сливается помещение с участком. Это такое взаимное проникновение изнутри наружу и наоборот. Все это благодаря большим панорамным октам. Это система ШУКО, и они автоматизированы. То есть по нажатию кнопки вот эти все 4 из 6 секций раздвигаются. Здесь, конечно, конструктивно предусмотрены колонны. Но, во-первых, они расположены в тех местах, где есть как раз перемычки между окнами, облицованные еще светлым металлом. Достаточно тонкие. Соответственно, вот это все вот так, раз, и мы считаем на природе. По всей длине окна расположен внутрипольный конвектор. Он прямо идет от стены до стены, и он закрыт деревянной решеткой точно такого же цвета, как и напольное покрытие. Напольное покрытие, кстати, это дубовый паркет очень мягкого, светлого цвета. Автоматизированы не только окна еще, но и тюль. Соответственно, вот это все тоже можно перекрыть и сделать более мягкую картинку. Хотя, с другой стороны, это особо и не нужно, потому что это свой участок. Ни одного из соседей здесь не видно. Вот это панорамное остекление, на самом деле, один из самых дорогостоящих элементов этого дома. И вообще он даже, наверное, не из этого ценового сегмента. Такие решения часто встречаются в домах гораздо больших. Но стоит сказать, что за эту конструкцию заплатили аж два раза. Первый подрядчик, к сожалению, пропал, забрал деньги, и пришлось эту конструкцию заказывать заново и заново платить. Несмотря на ее стоимость, от идеи не отказались, и я считаю, что это оправданно. Это, кстати, те риски, которые недооценивают многие потенциальные покупатели готовых домов, которые говорят, почему так дорого стоит, сравнивают стоимость. Мы можем сами построить за столько-то, за квадратный метр. А вот такие риски всегда будут на заказчике, в данном случае они на девелоперы. Девелопер все эти риски прошел, и, соответственно, вот он, готовый продукт, вот его стоимость. Получай вообще не кота в мешке, а абсолютно точный, понятный продукт. А экспертность такого девелопера, на каком она уровне будет, если такие моменты допускаются? А как ты вообще можешь форс-мажоры предугадать? Мы работаем, например, с множеством подрядчиков. Их там несколько десятков, да, это вот разные, которые разными вещами занимаются. И, конечно, есть проверенные, которые из дома в дом делают тебе какие-то вещи. А когда ты что-то уникальное хочешь, да, ты так или иначе обращаешься к подрядчику, который либо это делал очень мало, либо вообще не имеет портфолио, для него тоже это некий эксперимент. Это определенный риск, безусловно. Мы с тобой ни разу не видели еще вот такие автоматизированные большие окна, согласись, ни в одном доме. Эта гостиная имеет три зоны. Обычно мы встречаем дома, где четко выделены две зоны. Это мягкая зона и зона столовой. А здесь дополнительно еще добавилась каминная зона. Это однозначно дом для большой, дружной, гостеприимной семьи. Давайте пройдемся по каждой из зон и их рассмотрим. Вот такая уютная каминная часть, она находится как раз в этом торце. Шикарная топка остов, кстати, ребята наши. Я себе тоже такую планирую. Она за стеклом, спокойно здесь дровишки разложил, разжег, закрыл. Оделана натуральным камнем. Сверху очень интересная картина, которая имеет много слоев. Я представляю, как скрупулезно нужно было ее отрисовывать. То есть это вот каждая линия, как в 3D-печати, да, только, я так понимаю, все это вручную делалось. Твое? А как? Как-то есть 3D-печать. Тем, это точно не 3D-печать. Это художница Анна Владимирская. И в целом, ну вот так, мне кажется, 3D-принтер еще не сможет работать. Все-таки искусственный интеллект у нас еще не превзошел людей, я имею в виду. Но он уже близко, близко. Ну, не знаю, вот иди попробуй запрограммировать вот такую штуку на 3D-принтере. Не получишь ты ничего. Ну, родомайс и все. Да, конечно, вот тебе и будет, полная каша. Так, у нас по бокам полки под библиотеку. Сейчас установлены разнообразный декор, подготовлены книжки по архитектуре. И вот такая вот еще интересная скульптура, тяжеленькая. Автор Лев Ефимов, как будто бы это такой, не знаю, куски древесного угля сделали. Ну, опять же, постамент есть, можно будет поставить, что хотите, если вдруг у вас в коллекции есть что-то стоящее. И с этой стороны тоже какие-то вот такие вот интересные ежики. Слушайте, обожаю дома, когда действительно они декорированы уже вот по максимальной программе. Есть, например, все аксессуары для камина. Уже не надо ничего покупать. Все сюда установлено, стоит в ровном месте. Вот, пожалуйста, переноска для дров. Вот взял дров, на одну-две растопки вполне хватит, аккуратно здесь поставил тоже часть интерьера. И удобные две кушетки прямо напротив камина. Можно вдвоем увлечься, вести какие-то беседы напротив огня. И ты вот так вот раз повернулся, и как будто бы на улице. Друзья, ну у нас уже что, новогоднее настроение? Елочку установили. Это, кстати, единственное искусственное дерево в этом доме. Ну, в целом, я считаю, что искусственные елки вполне оправданы. Так, ну вот, смотрите, как здесь решена вечная проблема, где расположить телевизор, где камин. Вообще проблем нет, потому что здесь своя зона камина, смотрим сюда. А телевизор, где бы вы думали, он находится в этой тумбе. Все автоматизировано. Нажимаем на кнопочку, и телевизор, опс, начинает выдвигаться. Вообще, в гостиной всегда нужно предусмотреть необходимое количество закрытого хранения, да, потому что много всяких вещей, которыми ты пользуешься именно в гостиной. Чтобы они не валялись вот так вот на диване, на журнальном столике, обязательно сделать ящики. Здесь шесть ящиков, два больших шкафчика по бокам. И вот такой выдвигающийся телевизор, еще все новенькое, с пленочкой. Возможность открыть и распаковать этот телевизор будет у нового собственника. Саундбар, да, плюс акустическая система. Здесь в потолке встроены колонки, и, соответственно, звук с телевизора выходит сюда и, соответственно, в потолок. Некая имитация домашнего кинотеатра. По основным помещениям дома и на улице, на террасе выведена система мультирум. Это и в гостиной, и на кухне, и в мастер-спальне, и в мастер-санузле, в гардеробной, в комнате отдыха. В общем, везде звук подключается либо через приложение, либо просто через AirPlay. И слушайте все, что хотите, прямо в помещении, где находитесь. А вот такое расположение телевизора с точки зрения дизайна интерьера мне очень нравится, потому что нет вот этого постоянно на виду черного пятна. Надоело, все, раз, и опустил. Телевизор спрятался, не закрывает вид на участок. Шикарное решение. То же самое и с точки зрения освещения. Здесь нет никаких свисающих светильников. Все освещение выполнено при помощи точного света, плюс трековых систем. И вот с этой стороны два бра, например. Напольный светильник еще стоит. Итак, ребят, продолжаем дальше. Мы оказались в мягкой зоне. Диван Minotti. Коллекция Hamilton. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть посадочных мест на самом диване. Еще два кресла. То есть в целом отличная компания. Можно еще что-нибудь приставить. Есть журнальный столик один. Есть еще такой сбоку, кругленький, с подносом. То есть можно прям принести. Вот так раз. Поставить все. Все. Стоят бокальчики, закуски, канапешки. Шикарные. Еще, кстати, один вот такой вот столик. Очень интересный. Из мятого железа, бронзы. Все очень оригинально. При этом настолько здорово и со вкусом подобрано. Вот даже посмотрите, вот эта цветочная композиция по центру. Она не яркая, она в цветах бежевых, серых. То есть абсолютно точно вписывается в этот дизайн интерьера. Вы можете заметить, что интерьер ровный, спокойный, визуально комфортный. Выдержан в стиле контемпорария. Мебель светлых оттенков. Мягкий ковер. Элементы декора из натурального дерева. Узкое место любого проекта – это выбор, безусловно, архитектора и дизайнера, который понимает задачи, смотрит в одном направлении, знает особенности работы с проектами на продажу. Будет симбиоз – получится и продукт. Здесь работала опытная команда из архбюро «Акант» во главе с Федором Арзамановым. Его любимое архитектурное направление проектирования – загородный дом. Каждый такой проект неповторим и у каждого своя душа. Давайте одну цитату зачитаю. От жилища зависит очень многое. Настроение, благополучие, работоспособность, отношения в семье, здоровье, наконец. Задача архитекторов – создать гармоничное пространство, необходимое человеку для жизни, дать ему чувство защищенности, – подарить кусочек рая, где он будет счастлив. Мне кажется, прекрасно сказано. И тандем из двух Федоров и компания точно смотрели в одном направлении и создали прекрасный продукт. Друзья, давайте пройдем дальше, в следующую зону. У нас сад продолжается. Здесь отдельное дерево. Внизу в корнях такая штучка зелененькая растет. И вообще просто шикарно. Дерево чем-то напоминает логотип «Гарденвилла». Так, ну вот, собственно, награды тоже здесь выставили. А вот посмотрите, какая интересная скульптура, я бы сказал, да? Такая динамическая, Motion Sculpture. Я подписан на канал Федора Соломатина. И он как раз, когда был в Дубае, был в магазине, где продают подобные скульптуры. И вот он выбирал какую-то, которая была бы установлена здесь. Посмотрите, какое плавное движение. Что-то медитативное в этом точно есть. Можно дзем поймать. Итем, ты в камеру смотри, а не сюда. Залип уже. Вот, кстати, ребят, смотрите, эта штука на электричестве, естественно, да? У нее идет провод. Но его не видно. То есть все благодаря тому, что заранее продумали, где поставить розетки. Вот, и обязательно в зоне диванной помните об установке встроенных в пол розеток, для того, чтобы потом подключить вот какие-то подобные вещи. Или там торшер, например. Все это подключено в внутрипольную розетку. Спрятано она под диваном, вот, все, один раз подключил, задвинул и забыл. Кстати, вот эта тумбочка тоже очень удобная история, потому что часто ты сидишь на диване и хочется что-нибудь, не знаю, поставить из съестного здесь, да? Вот она сзади стоит, можно много всего наставить, раз, повернулся, забрал и все, здорово. Итак, мы теперь уже оказались в столовой зоне. Огромный стол. Сейчас на 8, но в целом может и 10 посадочных мест здесь быть организовано. В центре дополнительная такая композиция, которая подчеркивает общий стиль этой гарден-виллы. История интересная про вазу. Изначально это ваза из гусь хрустального и была заложена в проект. Но потом, когда подошли уже к необходимости их закупать, поняли, что эту серию перестали выпускать. Она просто идеально сюда подходит. Это что-то похожее на кору дерева, сделанное из стекла. Но без нее вся вот эта композиция, она рассыпалась бы. Вот, в результате нашли на вторичном рынке, выкупили эту вазу и все-таки добили до конца. Очень рад, когда девелопер доходит вот прям до финала и как бы не останавливается ни перед чем. Так, ну, здесь стеллажи тоже пока что для декора, но в целом дальше можно как-то функционально их использовать. С этой стороны тоже тумба с закрывающимися различными ящиками. Можно здесь дополнительный парадный набор посуды какой-то хранить, столовые приборы. Приехали гости, раз отсюда все накрыл быстренько, а потом раз помыл, обратно сюда сложил на хранение. На всякий случай дополнительные стулья-кресла, они из другой коллекции, но специально для того, чтобы они могли в интерьере стоять в других местах, а если необходимо, подставил их к столу и спокойно как бы они здесь будут отлично смотреться. Например, по краям можно их поставить. Дальше мы сейчас перейдем на кухню. Она закрывается от столовой зоны вот такими сдвижными дверьми. Это все та же самая столярка из мореного дуба. Вот, и декоративные ручки, похожие ручки мы видели на шарнирных дверях. Две двери, которые вот так вот прячутся в стену и могут позволить изолировать кухню от помещения гостиной-столовой и спокойно здесь готовить, никому не мешать ни запахами, ни звуками. Так, кухня 26 квадратных метров, очень функциональная. Посмотрите, как здесь все устроено. Во-первых, есть вот этот остров, который служит как некая барная стойка плюс пространство для сервировки. Ну, отдельно от него установлен еще и так называемый стол для завтраков, чтобы можно было вот здесь спокойно там с утра быстренько перекусить и не носить еду в основную столовую зону. Это на самом деле очень удобно, потому что за барной стойкой не так уж и удобно завтракать. А здесь очень даже здорово, еще и с видом на террасу и на участок. Сверху у нас висит такая винтажная люстра, очень интересно сделанная. Вот эти стеклянные элементы, они никак не закреплены, просто за счет собственного изгиба они как бы висят вот на этих проволочках. Что-то такое из 60-х годов. Здесь уже выполнена полная сервировка, даже свечи уже подготовили. Вот можно встречать Новый год. Да тут много, где можно встретить Новый год. Начать можно с бани. Ну, вообще можно везде встречать Новый год, абсолютно точно. Да. Так, давайте к этой части переключимся. Столешница из травертина. Посмотрите, интересную кромку как сделали. Дизайнер это обуславливает тем, что это очень удобно. Никакие ни капли, ни мусор не будет никак сюда высыпаться. Вот, меньше придется убирать. И самое главное, по фасадам ничего течь не будет. Вот, все спокойно взял и сгреб уже в мойку. Мойка достаточно большая, а майкири, плюс установлен еще измельчитель бытовых отходов. Нажал, и все это там растворилось. Смеситель с подачей питьевой воды, с обычной, достаточно стандартно все. Да, и встроенный дозатор для мыла. Отдельная полочка для того, чтобы можно было что-то здесь поставить. Встроенная техника мили. Здесь варочная панель на шесть зон, плюс можно эти зоны объединять. А заднюю часть фартука сделали из нержавеющей стали. Очень здорово. Это продлевается еще и вытяжкой фальмик. А сверху установлен натуральный камень, который с очень интересными вырезами. Если солнце сюда падает, классная такая игра света и тени. Очень понравился мне, кстати, вариант такой фрезеровки. Не просто напилили бороздочки, да, еще сделали их под каким-то углом и с разной разбежкой и глубиной. Что касается самой кухни, да, то это все сделано, естественно, на заказ. Достаточно толстые профили, отсутствие вообще каких-либо ручек. То есть сами фасады запилены так, что их очень удобно открывать. С этой стороны тоже различные системы хранения, холодильник с морозилкой. Здесь микроволновая печь, духовой шкаф и винный холодильник. На всякий случай установили здесь телевизор, чтобы хозяйке было не скучно готовить. И вот такое помещение, которое за дверью со скрытой коробкой. Мы так тоже часто делаем. То есть если какие-то технические помещения, то это самый лучший вариант, чтобы сильно не бросалось в глаза. При этом высота, посмотрите, какая, соответствует высоте потолков. И здесь у нас кладовая или так называемая комната ленивой хозяйки. Потому что можно все на полочке вот так разложить. Не нужно ничего открывать, закрывать. И здесь еще дополнительный не холодильник, а морозильная камера. Пожалуйста, можно много всего наморозить. Очень удобно. Так, ребята, ну что, у нас за окном уже стемнело. Сейчас у нас осень и короткий световой день, поэтому впервые мы снимаем дом в два съемочных дня. Действительно, очень много и насыщенные детали. Поэтому не удивляйте, если будет вот такое немножко разное по свету у нас в помещениях. Ребята, ну как будто бы и не прошло три дня. Мы продолжаем обзор дома. Практически ничего не изменилось, да? Здесь есть вторая дверь, которая очень удобно ведет нас к гаражу. То есть ты приехал с продуктами и спокойно здесь все занес. Но здесь есть еще дополнительные места хранения, какие-то ниши. И вот каждый кубический сантиметрик все это используется. Вот такой вот шкафчик с подсветкой, полочкой. И все это с доступом из кухни. Так, ладовая не очень большая, поэтому можно что-то разместить здесь. И еще посмотрите, какое пространство здесь под лестницей. Все, свет включается. Все отлично. То есть тут надо включать ручками, да? Что? Ручками надо включить. Здесь все, как включить, да? Ничего, такого вообще не видно. Ну, я бы, конечно, не знаю. А, вот так, да, заходи, смотри. Ну, посмотри, сколько всего тут. Как раз вот хозяйственное помещение. Ну, вряд ли. Это вот как раз для швабры, для пылесоса там и так далее, и так далее. Все такое техническое хозяйство. А здесь у нас второй гостевой санузел, который является основным. Очень светлый, с большим окном, с видом равно соседний участок, но там ничего нет такого жилого. Плюс посмотрите, какая прямо по центру стоит береза, летом расцветает. И вообще, из зеленого ничего не видно. Ну, и римская штура на всякий случай, если нужно будет закрыться. Раковина встроенная из натурального камня. Ребята, даже здесь, в гостевом санузле, вот такие вот интересные композиции. Вот такая вот штучка. Вот сейчас осень вообще шикарная, а летом можно что-то более зеленое сделать. Вот, в санузле используются очень интересные обои, плетеные. И вот посмотрите, как они стыкуются с натуральным камнем. Так же, как мы видели, пол стыкуется. Здесь тоже очень тоненькая латунная вставка. И все это в один уровень. А самое главное, посмотрите, как здорово подобраны по цветам обои с камнем. Обои, кстати, премиальные компании Arte, Бельгия, из натурального материала. И еще небольшая интересная деталь – это зеркало, которое установлено с обратной стороны двери. Потому что здесь больше повесить некуда зеркало, да. Здесь окно у нас. Решили разместить его на двери, поэтому очень удобно. Ну и давайте зайдем в этот технический блок. Переход как раз из гаража. И при нем еще одна дополнительная кладовая. Можно все много сложить. Слаботочный шкаф, остатки еще обоев. Что тоже очень важно. Какие-то материалы нужно оставлять обязательно. Дальше у нас технические помещения продолжаются. Правую руку за этой дверью у нас постирочная. А при ней так называемая лопомойка. Не стали устанавливать раковину какую-то. Ну, точнее, она есть небольшая, да. А основной упор сделали вот на такой душ. Очень удобно для собаки. То есть ты пришел, через гараж заходишь сюда. Своего питомца ставишь и в удобном формате его моешь. Ничего тебе не вылится. Бортики тут есть. Здесь же можно, не знаю, шины помыть, обувь какую-то. Идеальное решение. Не забывайте про него. Стиральная сушильная машина Милле. Последних моделей. Запас, кстати, моющего средства. Посмотрим. Я еще свои не распаковал. У меня тоже такие же модели будут. Вот. Моющие средства свое вот в таких контейнерах. Устанавливается вот сюда вот раз. Вот так вставляешь. И все. На какое-то количество стирок его хватает. То есть не нужно загружать никакие порошки, никакие моющие средства. Просто заложил одежду туда, поставил программу, нажал и забыл. И потом только вытащил. Очень удобно. Но, конечно, стоит немножко дороже, чем стандартный какой-нибудь порошок или моющий средство. Можно же налить потом, что-нибудь концентрировать. Так и делают. Так и делают. Контейнер-то есть, как с картриджами в принтерах. Помимо стиральной и сушильной машины, есть еще стайлер LG. Он небольшой, но для того, чтобы повесить, например, сюда 4 сорочки. Вот. Плюс вот такая вот штука. Функция стрелки на брюках. То есть у тебя брюки вешаешь, зажимаешь. Вот. И они там сушатся и вытаскиваешь с идеальными проглаженными стрелками. Вот. Ну и потом буду бак для слива воды. Упс. Все. Вытащил, вылил. Разильная камера. И винный шкаф. И вообще все вместе. Так. Напротив очень интересная комнатка, которая здесь образовалась. Про нее я уже говорил. В текущем формате предполагается, что это комната водителя. Или нет, они прямо рядом за гаражом. Она небольшая, но с большим хорошим панорамным окном с видом на въездную часть участка. Здесь есть диван раскладной, на котором можно спать. Небольшой столик, шкафчик и свой собственный санузел. Раковина, унитаз и душевая. Так, все, что надо. Как я и говорил, вот сюда как раз можно перенести кабинет или сделать из него второй кабинет для кого-то из членов семьи. Очень удобно. А теперь давайте посмотрим гараж. Итак, гараж на два машины места, как я уже говорил, 45 квадратных метров, две небольшие ступенечки, потому что здесь есть естественный рельеф. И сам гараж находится на уровне земли, а дом немножко приподнят. Очень просторные встают спокойно две машины, глубокие. С этой стороны уже сделали модульную систему хранения. Вот такие вот вещи, например, сюда устанавливаются шины для одной машины, для второй. Развешиваем различный инструмент. Поскольку система модульная, то можно потом это все переконфигурировать, добавить какие-то полочки. Здесь уже подвесили для спортивной семьи два байка с классной светлой резиной. Таких еще не видел. А здесь вот такой вот интересный агрегат подключается в водную розетку, и вытягивается, и пошел поливать. Потом раз, вот, все, как обычный удлинитель. Спрятал, ничего не мешает. Логистика очень продуманная в этом доме, и в гараж есть отдельный вход, отдельная дверь с улицы. При ней есть еще небольшое помещение, которое может быть какой-то гардеробной, потому что наверх идет у нас лестница для обслуживающего персонала. То есть мы можем через эту дверь попасть в гараж, но можем гараж перекрыть, и прямо напрямую по лестнице подняться на второй этаж в квартиру персонала. Мы еще обязательно туда попадем, но с другой стороны. Так, ребят, у нас по плану второй этаж, и поднимемся мы по этой лестнице. Вот, вы помните, да, высота потолков соответствующая, поэтому ступенек достаточно много. Лифта в этом доме нет, но в целом дом в двух этажах, второй спальни вполне нормально, абсолютно. Лестница является абсолютно точной частью интерьера. Такие поручни, что-то конструктивистское есть, во всяком случае, в описании так написано. Отделано также патинированным дубом. Очень удобные, кстати, поручни. Вот, здесь еще сделан дополнительный такой островок безопасности, так называемый. Это обязательно по нормам нужно делать. Ну и для членов семьи пожилого возраста место, где можно немножко отдохнуть, перевести дух. Ступеньки отделаны деревом. В подступенках еще вставки из натурального камня. Все очень практично, ничего пачкаться не будет. Дополнительно вот эта часть еще защищена стены. И подсветка ступенек для ночного режима. Пойдемте наверх. Если бы был конкурс на лучший холл второго этажа, этот дом имел бы все шансы его выиграть. Он очень светлый. Посмотрите, какие окна. Здесь высота потолков 3,2 метра. Окна на всю высоту. Шикарное пространство, украшенное этим огромным деревом. Посмотрите, оно очень правильно смотрится здесь с точки зрения масштаба и высоты. Как вы все заточили, вообще непонятно. Здесь есть большие возможности для будущего собственника по тому, чтобы украсить стены. Здесь уже что-то начали делать. Повесили две такие интересные фотографии известного фотографа. Сверху установлен держатель на лес, как все это свисает. И это можно дополнительно еще добавить, передвинуть. То есть все очень удобно с точки зрения крепления, и не надо будет сверлить стены. Ну а здесь вот дальше вот эта стена еще, эта стена. Что-то можно свое уже сюда повесить. Посмотрите, какое оригинальное решение с этим зенитным фонарем. Шесть секций сверху. И просто тонны дневного света поступают в это помещение. Вот представьте, здесь этого бы не было. Совершенно по-другому бы смотрелось это пространство. Там есть еще дополнительная одна секция, в которой работает в формате форточки. Это установлен мотор, который управляет его открытием и закрытием. Вот можно раз. Открываем, на всякий случай, для проветривания. О, прям подуло. Освещение выполнено только в формате точечных светильников. Есть вот такие мелкие, но интересные, квадратные формы, группами по четыре штуки, расположенные вдоль коридора. Да, и есть три пары, которые освещают саму лестницу. Так, ребят, я предлагаю обзор второго этажа начать с детского блока. Здесь две симметричные комнаты. Давайте начнем с этой. Сделали небольшое возрастное разграничение. Видно, что уже эту комнату обустроили, как будто здесь будет жить маленькая принцесса, скорее всего, пока что дошкольного возраста. Об этом свидетельствуют вот такие интересные маленькие стульчики в виде зайчика, барашка. Это кто? Олененок? Наверное. Бэмби. Посмотрите, какая это милота, да? Тут жирафик, тут вигвам. Залезаешь, я представляю, какой кайф будет ребенку вот здесь оказаться в этом своем собственном пространстве, очень светлом. За счет двух огромных панорамных окон, которые еще и открываются. Но все безопасно, потому что установлено стеклянное ограждение, ребенок не выпадет. Но при этом вид не перегораживается. В отделке стен два типа обоев с крупным горошком, с мелким горошком. По центру установлена кровать. Очень уютное, интересное изголовье. Вот чем-то корону напоминает точно для принцессы. Уже подобрали комплект белья, который прямо отлично вписывается в интерьер. Ни о чем будущим хозяевам думать не нужно будет. Небольшое креслице с подушечкой. Вот такая ширма тоже детская. Много животных разных. То есть сразу возникает какое-то ощущение. Очень многие девелоперы не обустраивают детские комнаты. Потому что не знают, какая семья сюда придет, какой у них будет состав семьи, какие дети, какого возраста. Вы сами потом все придумаете. Но мне кажется, этот дом подойдет именно для той семьи, которая сразу здесь себя представит. И поймет, что можно сюда заехать и просто ни о чем действительно не думать. А здесь еще книжный шкафчик с различными полочками. И закупили уже детские книги. Сказки «Братьев Гримм», «Снежная королева», «Ганс Кристиан Андерсон». Тут различные тоже про бобра. Вот такой вот интересный шкафчик. Ну не прелесть ли, а? Своей гардеробной здесь нет. Но вполне вместительный шкаф для ребенка более чем достаточно. Здесь и полочки, и вешалки. Тумбочка есть прикроватная. Открывается? О, отлично. Две полочки в ней. Удобная лампа. Вот так раз. Ну а эта лампа получается у нас для чтения. А есть еще вот такой замечательный ночничок. Некоторые дети боятся спать в темноте. Я вот включил его, тут и облачко, и любимая кукла. Вообще шикарно. А вот какой замечательный светильник здесь по центру. Это флосс, известная концепция кокона, когда как сахарная вата наматывается на железный каркас. Вот такое вот облако из специального полимера. Получается вот такая замысловатая фигура. Вообще шикарно. Для ребенка самое то. Так, ребят, пойдемте во вторую комнату. Это уже комната чемпионов. Здесь сразу предположили, что, возможно, будет два мальчика, скорее всего. Изначально уже сделали стол с двумя рабочими пространствами. У каждого своя настольная лампа. Помещение такое же светлое, как и предыдущее. Оно чуть побольше по метражу. И есть интересные вот такие вот лазилки. Блин, ребят, слушайте, кайф. Тюм, у тебя что-нибудь было подобное? Обычно я под стол стол. У меня тоже ничего такого не было, блин. Я бы вообще кайфовал. Все безопасно, потому что сетка. Забрался, тут розеточки есть. Вообще самое уютное место в этом доме. Я бы отсюда не вылезал. Мягкий матрасик. Здорово, да, когда есть такая высота потолков. Можно вот такие антресоли делать. Мне кажется, детям это просто кайф. А сюда, ребят, смотрите. Можно кошку завести свою собственную. Вон у меня даже домик будет. При этом посмотрите, кроватки, даже кроватками это нельзя назвать, полноценные кровати. Полуторные, да, то есть пространство очень удобное. И изголовье также удобное. С таким заходом сюда, как скобка, да, у тебя подушка не будет сваливаться. У каждой из кроватей есть еще свой ночничок, также включается по кнопочке. Ну не знаю, тут в целом, как бы, с одной стороны это вроде кровать рядом с окном, да, вот. Но та, не знаю, какая-то более уютная, что ли. А давай включим, здесь работает. О, здесь тоже работает. Принт, смотрите, такой с пантерами, да. Вот здесь что-то а-ля Саванна, Африка, Сафари. Кто это? Львенок мелкий. Вот, интересный... Симба. Точно, интересный светильничек. Подожди, давай мы его подключим, попробуем. Работает? Одна лапочка, да. Да, тут две как раз, все рассчитано. А вторая? Да, да. О! Вот включить было просто. Тоже интересный вариант светильника. Как будто лиан, да? Да. Спортивный уголок, брусья, турник, лесенка. Пресс качать. Вообще идеально. А с этой стороны еще два шкафа. Для одного. Так, вот здесь, пожалуйста. В целом, у детей-то одежды не так много обычной, да? Мне кажется, должно хватить. И давай чуть более детально посмотрим рабочее место. Ой, ребят, тут запас книжек. Так, вообще, посмотрите. Здорово. Мне кажется, это как раз и есть вот те эмоции, которые первые. У детей особенно, которые потом будут бежать за папой. Пап, купи, купи, купи дом. А стульчики, посмотрите, какие. Ну-ка. Слушай, даже мне удобно. Здесь различные письменные принадлежности. Так, тут что-нибудь можно тоже положить в книжке. С шикарным видом еще. На верхушке деревьев никого из соседей не видно. А сейчас мы там внизу были, и там еще белка бегает. Вот она прям по яблоню вот так раз-раз-раз, и на соседний участок убежала. Так, на эти две детские комнаты есть один общий санузел, который между ними расположен. Он тоже очень светлый за счет большого окна. Интересной формы ванна. Обычно такой формы овальной ванны, они островные. Но когда их приставляют к стенке, там образуется пространство, которое потом очень сложно мыть. А здесь, посмотрите, производители пошли дальше. Оставили внутреннюю форму овала, а здесь делали плотное примыкание. Смотрится шикарно и очень функционально. Интересные какие-то корзинки для белья в виде дракоши. А дальше, смотрите, для детских очень частая ошибка – это делать заниженные раковины. Потому что дети очень быстро растут, и потом приходится это все переделывать. Пока дом строится, дети еще успеют вырасти. Здесь делали раковины на стандартную высоту. Но на всякий случай, например, постелили уже коврики и вот такую интересную скамеечку. Если вдруг малышка или малыш не достают, залезут и спокойно зубы почистят. Где-то еще и в зеркало на себя смогут посмотреть. Но помимо ванны есть еще и своя душевая, интересным образом сделанная. Вот здесь есть закругление, оно уже повторяется и по потолку. Есть обычный душ, есть тропический душ, трап, встроенный прямо в центр. Вот, ну и, естественно, сделаны такие уклоны, желобки. Закрылся. Все прилипло. И ничего не вытекает. И вышел из душа, а тебя уже ждут полотенчики с сурикатами. Так, друзья, это еще не весь детский блок. Потому что к этим комнатам прилагается еще вот такая вот детская игровая. С стеклянными дверьми, то есть родители могут наблюдать, что там происходит. Ну, плюс еще это позволяет солнечному свету дополнительно поступать в холл второго этажа. Это можно назвать игровая, это стади-рум, это дополнительное место досуга для детей. У них здесь как раз телевизор, чтобы не вешать телевизоры в своих собственных комнатах. Это место для занятий с репетитором. Например, здесь уже установлен стол. В этом помещении сразу создается атмосфера приключений, путешествий, благодаря в том числе и вот этим обоям. Это коллекция Bon Voyage от фирмы Bora Stapeter. Здесь замысловато прорисованные рисунки старомодных самолетов или старых воздушных шаров. Еще и подобранные интересным образом картины. Вроде бы детская комната, но подходит абсолютно под любой возраст. Яркая, вдохновляющая. Посмотрите на этот ковер, например, с яркими цветами. Да просто даже цвет стола. Вроде зеленый, но какого-то такого мятного, очень оригинального цвета. Ну и, кстати, продолжение композиции на обоях, вот эти воздушные шары, еще и выложенный из гальки воздушный шар навеса этого дома. Это навес паркинга, который мы видели. То есть у него есть еще и дополнительный свой секрет в виде вот такой вот композиции. К камушке здесь гальтованный мрамор, а там более темная галька. И посмотрите, какой интересный рисунок получился, который, получается, связывает интерьер с экстерьером, показывая вот этот дух, может быть, авантюризма, приключения. В целом туда есть возможность выйти, но поскольку нет ограждений, если вдруг совсем дети маленькие, то просто можно это окно заблокировать на вот такое открытие и оставить его только на формат проветривания. В этом доме, конечно, очень много оригинальных решений, в частности, например, вот такая вот, я не знаю, настольная лампа, ее не назовешь, настенная лампа, но которая в формате настольной. Она состоит из двух вариантов. Подсадить? До этой достать сложно без стула или лесенки, поэтому она направлена изначально просто на стол, а этой лампой можно уже управлять, настраивая ее положение так, как нужно. Ну, про растения я даже уже не говорю, потому что, вы поняли, они будут в каждой комнате. Так, у нас остается еще одна, третья спальня, помимо мастера, конечно. Эта спальня скорее подойдет уже для более взрослого ребенка. В целом даже можно и родителей сюда поселить. Также очень светлая, с двумя окнами, это уже стандарт для любой спальни в этом доме в целом. По бокам кровати вот такие огромные прикроватные тумбы, но они не смотрятся громоздко, но зато посмотрите, сколько всего может поместиться. Удобное изголовье кровати, ночнички тоже с направленным светом с обеих сторон. Кресло дополнительно со светильничком, сразу интегрированным. Вот такой стол. В основании у него натуральный камень темный и сам латунный столик. Очень интересно. Посмотрите, вот я даже этот радиатор и не заметил. То есть внутри два конвектора и еще один аккуратный радиатор. Во всех комнатах формат вот такого тюля в виде римских штор и обычные шторы. В этом доме, кстати, очень много используется ковров из натурального материала. И они здесь очень прям подходят и очень здорово смотрятся. Ну и приятно, потому что действительно такое все очень натуральное. Здесь установлен столик с настольной лампой. Множество различных ящиков. Это вот так открывается. Ну а дальше два помещения. Первое – это санузел со своей душевой. Раковина с большим зеркалом. Корзина для белья. Халатики Garden Villa. Уже все аксессуары. Все подобрано, все куплено. Ни о чем думать не нужно будет. А с этой стороны удобная скамеечка. То есть разделся, все положил. Плюс полотенечко можно взять сразу. Помылся. Очень удобно. И при этой комнате есть еще и гардеробная. За дверью со скрытой коробкой. Посмотрите, как отделана нижняя часть двери. Продолжение, по сути, плинтуса. Очень здорово. Все сливается. Так, а внизу здесь тоже вот этот натуральный коврик. Так, по-моему, у нас здесь свет должен включаться. Да, конечно. Все гардеробные с подсветкой. Все в едином стиле из того же патинированного шпона дуба. Кстати, ребята, я про двери не говорил. Вот есть, знаете, сейчас модно эти двери со скрытой коробкой. Но они все очень разные. Да, и очень есть бюджетные варианты, которые просто там под покраску. Есть дорогие варианты. Например, двери Union, они толстые. У них правильная геометрия рамы. Они могут быть достаточно высокими. У них удобное, плавное закрывание. Очень тонкая вот эта алюминиевая рамка, которая практически не бросается в глаза. Но при этом она закрывает край этой двери. И, соответственно, они более износостойкие. То есть на это, конечно же, нужно обращать внимание. И более дорогие двери, они не просто так своих денег стоят. Там есть множество нюансов в них. Обращайте на это внимание. Ну и напоследок. Мишенка на торте. Это двухэтажно. Пожалуйста, ребята. Мастер-блог. Шикарное помещение. 32 квадратных метров. И оно разделено еще на две отдельные зоны. Зона отдыха перед камином. Камин отделан натуральным камнем. Сверху идет уже часть дымохода, которая отделана обоями. Между ними такая уже интегрированная П-образная латунная вставочка. Все очень аккуратненько сделано. Сама топка внутри светлая. Закрывается стеклом. Все как надо. А посмотрите на этот гламурный набор. Ребят, вы когда-нибудь видели такой совочек? Мне кажется, можно его использовать даже в качестве зеркала. Пока можно, да? Ребята, я тебя вижу. Видишь? Да, это, конечно, пока королевство кривых зеркал, но тем не менее, блин, ребята, это, наверное, самый красивый набор для камина, который я когда-либо видел. Так, дровница, пожалуйста, тоже оригинальная и очень минималистичная. По бокам от камина полочки с подсветкой. Можно расставить любимые фотографии, книжки, дополнительный декор. В задней части те же самые сизалевые обои, которые мы видели уже в кабинете. Вот, очень хорошо сочетаются с бельгийскими обоями от арта. И посмотрите, какая интересная композиция, которая продолжает тему сада. Это уже металлические листочки. Даже телевизор не имеет смысла вешать, согласен, Тём? Да. А вот эта, посмотрите, кушеточка какая, прямо напротив панорамных окон. Лежишь вот здесь вот, завернулся в пледик или в кардиганчик-то. Столик подставил, облепиховый чай попиваешь так, и зима пройдет просто незаметно. А вы помните, да, участок у нас раскрывается летом, вот можно зиму легко переждать. С этой стороны шикарная кровать в полной комплектации, даже наволочки брендированные с пододеяльниками. А посмотрите, какое приятное из буклей, изголовье кровати, обволакивающее тебя. Вот, спереди банкетки, удобно ей присесть и, не знаю, халатик скинуть, домашнюю одежду. По бокам удобные полукруглые тумбочки с выдвижными ящиками. Интересный каркас из такого мятого металла под бронзу. Уже сразу можно водичку себе налить. С утра просыпаешься, вода уже есть. Все это отлично сочетается с вот этим интересным комодом. В нем ящики с одной стороны, да, но они все объединены едиными вот такими арками. Очень здорово. Несколько элементов освещения. Есть интерьерный свет в виде этих бра. И отдельно все равно вот эти лампы для чтения в металлической оплетке. На самом деле тоже не нужно забывать именно про вот такой вот направленный свет. Потому что бра функцию для чтения книги не выполняет, так же, как и лампа, которая стоит на тумбочке. Один человек хочет спать, а другой хочет почитать. Направил себе спокойненько, все. И никто никому не мешает. Не забывайте про вот такие удобные приспособления. Еще посмотрите тоже элемент столярных изделий. Это изгибы стены, которые подчеркивают с одной стороны вход двери, а здесь просто такая выступающая часть. И это все с закруглениями смотрится массивно и гармонично, потому что создает определенную симметрию. По бокам располагаются две решетки. Здесь в этом доме есть и приточно-вытяжная вентиляция, и кондиционирование канальное. Очень удачно здесь расположили решетки. Они максимально далеко находятся от кровати. Одна забирает воздух, другая подает, дует это все в дальнюю часть комнаты. И те, кто находится на кровати, этого даже перемещения воздуха не чувствуют. Это тоже очень важно. Здесь тоже система мультирум, две встроенные колонки. Кстати, весь хозяйский блок смотрит во внутренний двор. Здесь у нас проход в санузел. Посмотрите, какое обилие мрамора и на полу, и на стенах. И вот такой формат рифленой отделки ниши смотрится здорово. Здесь уже стоит островная ванна со смесителем, который выходит из стены. Это же тоже еще все просчитать нужно. Есть и обычный душ обязательно, который вешается на стену. С этой стороны две раковины для него и для нее. Уже закуплены аксессуары, например, под мыло для рук. Посмотрите, как это все красиво сверкает. Стаканчик для зубных щеток. Все это на таком подносике с латунными ручками. О, по-моему, прикрутили. Значит, не подносик, да? Да, значит, не подносик. Так, зеркало. О, это уже не искажает. Все, красота. Так, подожди, мы же не весь свет включили? Или нет? Вот. Вот. О, посмотри, какая красота-то. Вообще еще все больше засверкало. Класс вообще. И четко, вот, пожалуйста, два зеркала для него, для нее. Еще по бокам шкафчики тоже. Даже посмотрите, вот как обыграны некоторые интересные элементы. То есть здесь есть такой фартук из мрамора. И он же продлевается и врезан в столярные изделия. Вот так закрылся. Посмотрите, какая красота. Но это же надо все придумать. Вот каждую деталь очертить, продумать. Вообще. Очень интересные смесители, дугообразные формы. Это итальянская фирма Бонжо. Очень минималистичный класс. Такие же, кстати, и в душевой. Душевая очень приличных размеров. Пол выполнен тоже из натурального камня. С интегрированным в пол душевым трапом, который сверху имеет такую же накладку из натурального камня. Друзья, посмотрите, какой классный тропический душ, который интегрирован прямо в потолок. Ничего не свисает, ничего не торчит. И у тебя из потолка течет вода. Очень здорово. Тут различные полочки. Вот. Удобный вариант скамеечки, потому что иногда хочется что-то там себе пятки натереть. Вот. Сел и занимаешься своими делами. Супер. Так. Халатики, пожалуйста, уже сразу. Еще одна банкетчика здесь стоит. Ребят. Ну вы поняли, что здесь. Да, Тём? Все понятно? Да. Да? Ну тогда не пойдем туда. Нет. Я вам хочу сказать, что там предполагается установка умного унитаза. Гиберит. Вот. Но инсталляция стоит. Унитаз еще не приехал, ребят. Но он обязательно будет в скором времени. Зато, посмотрите. Свой кабинетик за матовым стеклом. Ничего не слышно. Очень плотно прилегает все. И ничего не видно. Шикарно же. Здесь стоечка тоже очень удобно расположена, потому что можно положить там полотенца. Различные поставить. Там баночки, свечки. Даже в ванной есть элементы флористические. Вот такие вот интересные цветочки. Все натуральные. И веточка, и цветочки. А вот здесь вот и еще одно живое дерево. То есть даже в хозяйском санузле, пожалуйста, растение и сад. Ванная комната является проходной. И мы попадаем через нее в гардеробную комнату. Это точно ее территория. Посмотрите, какая она просторная, светлая. Но здесь дизайнер пошел именно с функциональной точки зрения. И решил сделать шкафы полностью закрытыми. Вот. Но посмотрите, какое количество пространств. В целом, если нужно что-то выбирать долго и собираться. Вот так вот все раскрыл. Ну ладно, допустим, вот здесь. Все раскрываешь. Везде подсветка. Если бы дверей не было бы, то можно было бы сказать, что мы находимся в бутике Лора Пьяно. Вот такая же стилистика, ковролин, светлые тона, колористика именно этого бренда. В целом, дизайнеры и вдохновлялись этим теплым, мягким и уютным брендом для как раз этой гардеробной комнаты. А по этой стенке у нас находятся открытые полки. Сзади стенки отделаны зеркалами, расширяет дополнительное пространство. Здесь еще огромное зеркало, комод большой с кучей выдвигающихся, очень вместительных ящиков. Ребят, ну, конечно, это точно ее территория. И здесь можно зависнуть часа на два, выбирая себе вечерний наряд, разбирая сумочку и болтая с подружками по телефону. Ну, вообще, можно отсюда не выходить. А еще здесь система мультирум. Ты включила свой любимый плейлист. Находишься в спальне, потом следующим этапом идешь в ванную, музыка тебя преследует. И дальше проходишь в гардеробную, и здесь все это продолжается. Но если вдруг предположить, что и этого места недостаточно, то вариант номер один. Сюда ставится еще один такой остров для раскладки различных аксессуаров. А если нужно именно пространство, куда вешать вещи из штанги, то вот эта секция заменяется. И здесь выстраивается еще один ряд шкафов. Места вполне достаточно для того, чтобы сделать хранение и с этой, и с другой стороны. Представляете, какое количество вещей здесь может разместиться? А еще преимущество то, что здесь есть две двери, и обе они отделаны с внутренней стороны зеркалами. То есть себя можно увидеть абсолютно в полный рост, причем при разном освещении с одной и с другой стороны. Но в целом, если даже этого недостаточно, вот здесь по дизайну проекта предполагается еще напольное зеркало. А еще огромный бонус этой гардеробной, помимо того, что она светлая за счет вот этого большого панорамного окна, то, что через него есть выход на собственную эксплуатируемую кровлю. Пойдемте посмотрим. Итак, вот такая вот эксплуатируемая кровля с доступом только из хозяйского блока. Это, по сути, крыша террасы, основной которой на первом уровне. У нее нет ограждений, но в целом предполагается, что ей будут пользоваться только взрослые хозяева этого дома, поэтому, наверное, и не стоит. Но все технологические возможности для того, чтобы установить здесь стеклянные, скажем так, ограждения, они здесь присутствуют. Если есть какая-то боязнь, то, пожалуйста, все установили. В конструктиве крыши три слоя гидроизоляции. Сверху уложен гальтованный мрамор. Здесь уже и белые, и серые оттенки без каких-либо рисунков. Установлены катки с многолетними растениями. Здесь они будут расти 5-7 лет, потом их нужно будет периодически перемещать. То есть сад сделали даже на крыше, представляете? Ну и огромное пространство, светлая часть. Здесь у нас запад, вот там у нас юг. Напрашивается установить какой-нибудь зонтик с шезлонгами. Вообще никого не видно. Просто здорово. Ребят, пару слов еще хотел рассказать про компоновку как раз этого мастер-блока. Потому что это чем-то напоминает старые усадьбы. Конечно, таких шикарных санузлов и гардеробных там не было. Но тем не менее, в усадьбах часто проектировали как раз именно проходные комнаты. И в целом здесь очень логично все получается. То есть ты проснулся, даже если кто-то, там твой супруг, например, продолжает спать. Ты зашел в ванну, там закрыл комнату, сделал себе процедуру. Вышел сюда, тут все закрыл, оделся, подготовился. И, соответственно, ты можешь взять, одеться и пройти уже на выход в коридор, не будя свою любимую половинку. Вот. И наоборот, ты приехал с работы, поднялся по лестнице, зашел в гардеробную, переоделся в домашнее, если необходимо, зашел еще в санузел, тебе даже не нужно проходить в саму спальню. Очень удобно. И давайте заглянем за последнюю дверь на втором этаже. Это как раз дверь, соединяющая блок обслуживающего персонала с основной частью дома. Она может быть заблокирована. Вот, на ключик. Все. И сюда никто не попадет. Это, можно так сказать, вторая техническая зона. Здесь может как раз скапливаться, например, белье со второго этажа. Обслуживающий персонал взял, забрал, все спустил в постирочный, постирал. И обратно зашел, пока хозяев нет, через эту лестницу все разложил. Здесь еще какие-то дополнительные места, шкафчики для хранения. Вот, используем каждый уголочек. Ну и сама лестница. Здесь есть еще одно помещение, где есть технический лаз на кровлю, уже вот этого двухэтажного нашего здания, плюс какое-то пространство для дополнительного хранения. А здесь проход как раз в блок обслуживающий персонал. Вот вторая лестница, которая со стороны гаража у нас идет. Я ее вам показывал. И давайте посмотрим блок обслуживающего персонала. Он 43 квадратных метра. По сути, это три основных помещения, две равноценные, очень похожие спальни. Вот. И такая кухня-столовая, небольшая гостиная. Вот. У персонала есть свой блок домофона. Если вдруг кто-то пришел, они тоже это видят и могут открыть дверь. Кухонка небольшая, индукционная плита на две комфортки. Свой санузел. В общем, все то, что нужно для блока, оно здесь есть. Даже посудомоечная машина. И даже холодильник встроен. Холодильник, да, пожалуйста. Там стиральная машина. Все есть. Но просто небольшой склад, поэтому мы туда не пойдем. Ну вы уже много блоков видели, все себе хорошо представляете. Друзья, у нас магия монтажа. Хопс. Итак, мы находимся на террасе. Ну, называется она терраса. На самом деле у нее несколько функций. Она может быть и галереей, потому что она соединяет два отдельных здания. С другой стороны, это еще и летняя гостиная. Да, там есть диванная зона. Вообще она разбита на несколько зон. И каждый здесь может найти что-то для себя. Например, дети могут залезть, не знаю, читать книжки в этих подвесных качелях. Не знаю, меня выдержат. О, выдержит шикарно. Соответственно, здесь есть все для готовки. Вот эта зона непосредственно для нее. Здесь можно классически там жарить шашлыки. Место под казан. Вот. А сюда выводы уже есть и воды, и электричества. И планируется установить отдельный остров для готовки. С этой стороны вот тот самый выход с кухни. То есть очень удобная логистика. Это ты приготовил, раз, пожалуйста, накрыл либо на маленьком столе, либо понес уже в основную столовую зону. А если тепло, то вот, пожалуйста, вот этот стол на восемь посадочных мест для приятной компании, для большой семьи и для их гостей. С этой стороны, посмотрите, здесь соседний участок. Основной дом достаточно далеко отсюда. Это такая уединенная часть участка. И это, наоборот, преимущество, потому что здесь много взрослых деревьев, просто сплошная зелень. А летом, когда своя яблоня распустится, будет просто сплошная зеленая стена. Были идеи как бы с чем-то это закрыть, но в целом вообще нет никакой необходимости. Ветер здесь не ходит. Ну, если уж прям будет такое желание, то можно повесить вот те самые уличные шторы, как, например, мы видели в доме у Максима Годунова. Тоже придаст дополнительный уют. Стоят катки. У нас сад продолжается и продолжается. С подсветкой и декоративными фонариками они являются еще и естественным ограждением, чтобы никто туда не упал. Встроенный потолок акустика, специальные уличные динамики. Так что тоже можно сразу слушать музыку прямо здесь на террасе. И вот эта вот очень интересная зона, так называемая летняя гостиная. Такого мы, по-моему, вообще нигде, Тём, не встречали, да? Нигде. Да, то есть это мебель специальная уличная, которая подходит для круглогодичного использования. Очевидно, что, конечно, зимой здесь может наметать снег. Ее можно поставить в один уголок, накрыть чехлами, и она спокойно прозимует здесь до весны. Дальше все это вот так же расставил. Слушайте, ну, по-моему, это вообще просто шикарное пространство для того, чтобы максимально раскрыть функционал этого дома и участка. Слушай, а в вашем доме Альтеер, который там нечто похожее, по-моему, что-то планируется, нет? Ну, она все-таки, у нас зона не под навесом, да, она как бы отдельная, вот. Но там же есть что-то и под навесом. Ну, есть, да, да, есть такая. Не хватает, знаешь, что здесь? Да. Вот этих вот, для вот такой погоды, вот тех, как это, отопительных? А, да-да-да, инфракрасные обогреватели, да-да. Слушай, ну, розетки здесь везде есть, вот, это первое. Второе. Я все-таки считаю, что здесь большая площадь, ну, электричеством ты тут не прогреешь. Обычно это делают над столом, вешать здесь тоже лишнее, что-то над столом нет смысла. Я бы сюда просто действительно взял бы газовые горелки, вот эти вот красивые, да, и поставил бы их конкретно в тех местах, где будут находиться люди. Вот, будет просто бомбически. То самое название, как греть улицу, да? Слушай, ну, их для улицы-то и делают, их в помещениях-то не используют. Ну, погреем чуть улицу, да. На самом деле, вот такое разделение, когда есть и обеденный стол, да, и отдельная мягкая зона, это очень здорово. То есть после трапезы можно вести какие-то светские беседы, кто-то делится по компаниям, кто-то сидит в креслах, вот, а дети могут вообще резвиться на участке. Друзья, собственно, участок – это внутренний двор. Как я уже говорил, дом максимально прижат к соседям для того, чтобы раскрыть как раз вот это внутреннее пространство. Дом у нас получился буквой «П». Это основная часть, с этой стороны у нас банный комплект, и соединяет их еще галерея-терраса. И вот мы в окружении нашего собственного строения, в очень тихой и уютной атмосфере. Снаружи нас никто не видит абсолютно. Вот мы ни одного соседа здесь не наблюдаем. Очень круто. Участок получился двухуровневым, потому что изначально он был рельефным, и для сохранения деревьев здесь сделали повышение, чтобы этот уровень был ближе к уровню нулевой отметки пола первого этажа. Нижнее понижение дало еще дополнительную зону. Здесь отдельная территория, которую можно по-разному использовать. Это может быть место силы, место для йоги, для какого-то интимного досуга. А что у меня так в сценарии написано? Ну, значит, будет интимный досуг для кого-то. Да, возможно, для интимного досуга. А что здесь? Посмотрите, елки, забор, нигде ничего не видно. Вообще просто идеальное место. Ну или, слушайте, если наоборот, то для детей какая-то своя зона, причем под присмотром родителей из гостиной, пожалуйста, все тоже видно. Давайте сюда еще пройдем. Это больше такая техническая территория. Здесь есть кладовая. Мы туда не пойдем. А здесь у нас котельная. Давайте туда заглянем. Итак, мы находимся в котельной, которая расположена в отдельно стоящем здании СПА-комплекса. И она работает и на него, и на основной дом. Сюда происходит ввод газа. Сюда же подходит и подключение воды из поселка. Здесь установлен котел Будерус. Мощность номинальная 105 киловатт. Ой, как хочется снять пленочку. Тем, наверное, оставим для будущего собственника. Самое приятное занятие. Раз, все. Это как, знаешь, ленточку перерезать, пленочки снимать. А то я там в одном нашем доме снял, и мне потом закидали. Зачем ты это сделал? Вот, установлен бойлер на 500 литров воды компании Элсон. Вся обвязка сделана на нержавеющей стали. Насосные группы грунтфос. В уголочке стоит расширительный бачок. Внутри пола стоит трап аварийный. И сделана небольшая разуклонка, если вдруг произойдет какая-то протечка. А здесь, собственно, распределение холодного водоснабжения. Это основная часть водоснабжения дома. Отдельный пошел на полив. И пошло три. ХВС-бак, ХВС-на дом и ХВС-на спа-комплекс. И здесь еще стоит байпас для того, чтобы можно было установить систему водоочистки. Так, тут сохранили как раз вот эти деревья. Вот какую-то из елок можно сделать новогодней, нарядить ее. Но сейчас новогоднее настроение задают вот этой яблоне. Кутали ее в лампочке. Сейчас будет темнеть и будет вообще бомбически это все выглядеть. А вот тут, ребята, смотрите, еще тоже мы как-то пропустили этот момент. Два калининых горшка. Это просто какое-то громадное. Я не знаю, как сюда затащили. Внутри ставили такие интересные палки. Тоже их осветили. Я такого декора, конечно, еще не видел. Стволы, наверное, а не палки все-таки? Ну, не знаю. Палки, стволы, да. Короче, красиво смотрится, ребят. Немножко расскажу про стороны света. У нас там западная сторона. То есть как раз закат солнца будет уходить туда. И мы его будем провожать из гостиной, из террасы. Здесь как раз будет самое идеальное место для так называемого golden hour. Или золотой час, волшебный час. Это час непосредственно перед закатом, когда солнце выглядит более красным, свет более мягким. И все это, когда в совокупности с включающейся такой желтоватой подсветкой, легкой, минималистичной по участку создает волшебную просто атмосферу. Вот сейчас солнышко вышло. Сейчас, конечно, еще пока не закат, но тем не менее уже можно себе это примерно визуализировать. Как сказал Федор, этот дом соответствует духу Райта. И несмотря на отсутствие очевидных визуальных элементов, например, большие свесы крыши, здесь действительно все-таки есть элементы райтовской архитектуры. Ну, например, дом, вписанный в окружающую среду. В пользу этой концепции говорят и то, что, например, строители очень бережно отнеслись к этому участку, сохранили три вот эти голубые ели и множество яблонь, которые здесь уже находились. Второе. Простые геометрические формы и панорамные окна однозначно подходят. Третье. Приземистость и горизонтальная направленность. Исторические дома прерии возникли как раз в степях, были прижаты к земле и вытягивались вслед за равниной. Использование в отделке натуральных материалов однозначно да. Это клинкерный кирпич пепельного цвета, деревянная отделка из термодревесины и окна, помимо вот этого панорамного окна, сделанные из дуба. Единство архитектуры и интерьера. На примере гостиной мы это уже почувствовали. И шестое. Это большие террасы. Ну, ребят, здесь без комментариев. Так, друзья, у нас еще остался банный комплекс, но начнем обзор мы его с другой стороны, с улицы. Ребят, со съемками всегда какие-то маленькие форс-мажорчики. Вот мы тут снимаем, у нас скоро темнеет уже. А тут приехала машина, сейчас собирает мусор. Вроде должны сейчас быстренько все успеть сделать. Ну, а как, это быт, без этого никуда. Зато удобно, ты в бак вытащил свой мусор, да, и все, заехали, забрали, не надо никуда тащить. В некоторых поселках, между прочим, надо с этими мешками выезжать куда-то там на КПП, выкидывать специальное место, вообще неудобно. Ну, а тут, класс. Итак, ребят, здесь особенность расположения участка – это в том, что есть еще отдельная его часть, которая примыкает к тупиковой улице, и как раз к ней максимально прижали отдельное строение, строение СПА-комплекса. То есть он прямо стоит по границе участка, и это очень классная оптимизация. У нас участок не очень большой, поэтому, когда выдвинули строение, максимально расширилось внутреннее пространство. Еще преимущество такого расположения – это в том, что удалось сделать отдельный вход в сам СПА-комплекс. То есть, представляете, команда друзей приезжает, здесь паркуется вдоль улицы, заходит непосредственно в банный комплекс, минуя основной вход и основную часть дома, не мешая никоим образом семье, вот, здесь попарились и уехали. Плюс отдельно приглашенный банщик может также сюда приехать, сделать все необходимые свои функции и спокойно ретироваться. На входе стоит одна из камер, здесь по участку установлены ряд камер для видеонаблюдения. Итак, гости приехали, нажали кнопочку на домофоне, открыли. Они заходят в небольшую прихожую, 7 квадратных метров, здесь можно снять верхнюю одежду и дальше уже пройти. А вот эта дверь ведет на участок, во внутренний двор. Посмотрите, какая интересная задумка архитектурная, потому что этот вход находится на единой оси с главным входом в основное строение. Вообще, просто потрясающе. Представьте, это же надо все было так распланировать, чтобы это было и функционально, и красиво. То есть, в целом, если вообще двери полностью распахнуть, у нас будет обзор от одной границы участка до другой. Просто фантастика. Так, давайте теперь сам СПА-комплекс посмотрим. С этой стороны у нас находится помещение для банщика или для обслуживающего персонала. Там сейчас небольшой склад, поэтому мы туда не пойдем. Но в целом можно себе представить, что это отдельное помещение, куда банщик пришел, подготовился, разделся. У него есть там санузел. Все подготовил, запарил веники. Проходит в это помещение, которое является, с одной стороны, топочной. То есть, отсюда у нас дровишки подкидываются, да. А с другой стороны, это раздевалка. Собственно, давайте тут тепло разденемся как раз. Пока некуда. Давайте вот так. Она, конечно, проходная, но с другой стороны, ты две двери закрыл, быстренько переоделся и все, проходишь дальше. Так, здесь помещение номер один. Собственно, самое главное, это и есть парилка. Уже приготовили, ребята, халатики, простынки. Вот, спинку можно почесать. Начнем с основной парилки. Печь на дровах, но я бы не назвал это классической русской баней, да. То есть, вот эта вот история с мелкодисперсным паром. Тут ее не будет. Но, тем не менее, камнями все это заложено. Вот сюда можно дополнительно какой-то... Что это такое? Атмосфера. В общем, если честно, я до конца не знаю, как этим пользоваться, да. То есть, нужно ли поддавать вообще, в принципе, на камни, да. Либо просто здесь для аромата это все устроено. Ребят, если вы вдруг знаете, какой принцип использования вот такой печки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень любопытно. Вот сюда вешаются венчики. Вот, уже есть у нас подливать как раз. Очень просторное помещение. Поместится одновременно человек, не знаю, наверное, восемь спокойно, может быть, даже больше. Отделана баня липой, светлое дерево, на потолке речки, ну и, собственно, место для парения. Большая компания точно будет довольна. Вот так распарился, выбегаешь и плюх в холодную бочку, вот, по лесенке. А если в бочку не хочешь, у тебя два душа здесь есть. И тропический, и обычный, и полочки различные. И, короче, все очень удобно, все продуктно. А вообще, конечно, это все мероприятие может проходить там субботу, воскресенье, утречком. Вы знаете, например, если в общественной бане ездят какие-нибудь сандуны, например, то это выходной день, это утро, это вот заряд полного там позитива. То же самое можно и здесь. Можно даже здесь какую-то традицию установить, звать самых лучших друзей, вот, и париться по утрам, выходной день. Вообще шикарно. Так, за этой дверью у нас санузел при СПА-комплексе. Вот, немножко стиль, конечно, отличается от основного дома, так это и прекрасно. Итак, у нас осталась комната отдыха на 40 квадратных метров в темных тонах. Такая брутальная комната, неудивительная, ведь это, по сути, задумывалось изначально как мужская зона. Вот, вообще у этой комнаты гораздо больше вариантов использования, чем просто комната отдыха при СПА-комплексе. Потому что, во-первых, например, да, можно сделать из нее гостевую спальню. А что? Здесь есть свой санузел, все удобства, кухонька небольшая. Эта комната может быть и для старшего поколения, например, потому что она на первом этаже, в отдельном пространстве от основного дома, никто никому не мешает, прекрасно. Здесь, например, можно организовать детский праздник. Так, тоже дети там в своей какой-то зоне находятся, воспользоваться можно еще дополнительной террасой. Вот, а родители там празднуют детские дни рождения, например, уже в основном доме. Ну или место тусовки мужской компании. Пиво, креветки, футбольный матч на большом телевизоре. Во! Ну или, например, кто-то заболел, его изолировали в этой комнате, он здесь спокойно выздоравливает, вот, никому не мешает, никого не заражает. Тоже вариант отличный. Так, у нас здесь сама зона отдыха, мягкая зона, плюс два вот таких вот кресла с подушечками, логотипчик, все как надо, камин подвесной, топка вирту, уже наложены дровишки. Что это за ингрессили? Какие-то карандаши гигантов. Интересно, я такого еще не встречал. Да, он из каких-то запилок. Интересно, я никогда не разжигал такие. Мы сколько разных видов уже дизайнерских дров видели, да? Вот что еще придумали. Слушай, а интересно, он поворачивается? А нет, он зафиксирован. Да и в целом и не надо его поворачивать, вот сидишь и смотришь на огонь. Опять же, все принадлежности для того, чтобы там пошурудить, тоже есть. Защитный диск под камином, на всякий случай. А с этой стороны, посмотрите, какая столешница из толстого-толстого дерева. Это все один единый кусок стулья. Тоже темного антрацитового цвета. И все это интегрировано вместе со столешницей. Здесь есть и мойка, и небольшая варочная панель, тоже мили на две зоны. На всякий случай, как раз вот креветки сварите, чтобы в доме в основном не пахло. Здесь установлен духовой шкаф, совмещенный с микроволновой печью. И что это такое? А, собственно, и еще один винный шкаф, пожалуйста. Как раз на локальный запас вина. Здесь, само собой, холодильник, липхер. А как же без него? И огромный телевизор. В комнате отдыха использованы такие тканевые или подтканевые обои с интересной фактурой, богатой. Редко, кстати, в комнатах отдыха такое встречается. На самом деле, очень удобно. Дверь со скрытой коробкой, которая тоже отделана такими же обоями. И все это интегрировано вместе с нашей террасой. Открываешь и пользуйся на здоровье. Друзья, получился очень насыщенный выпуск с множеством деталей. Давайте подводить итоги. Я снимаю обзоры и на очень дорогие дома, в том числе, которые стоят миллиард и даже больше. И знаете, какой вывод я делаю? Это дом, который чуть более скромный с точки зрения площади. Но, тем не менее, он содержит в себе ряд элементов, которые не в каждом доме за миллиард ты увидишь. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях любыми своими мыслями, замечаниями, одобрениями, критикой. На все вопросы по существу обязательно отвечу, потому что смотрю все комментарии лично. С вами был Алексей Аверьянов, канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока. Слушай, Тём, смотри, ноябрь месяц, мы сидим, раскрыли полностью окна на 8 метров в ширину, вот этот проем. Кайф просто вообще. Я такого нигде не встречал. А летом представляешь, какой кайф? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!